Какими были первые дни войны в Чувашии и как жители глубокого тыла помогали фронту? В Государственном архиве современной истории Чувашии открылась виртуальная выставка «Трудные дороги победы». О событиях и бодвигах тех лет в нашем материале. Уже на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года, началась всеобщая мобилизация. Телеграмма маршала Советского Союза Тимошенко хранится в стенах Госархива современной истории. Постановление о строительстве четырех военных аэродромов, документы об эвакуации заводов и людей, поставках провизии на фронт. Все эти бумаги по крупицам создают картину военных лет. Война у нас многоликая и здесь есть такие наиболее яркие свидетельства. Вот самопожертвования, например, понравились нам такие моменты, где свидетельство о том, что несмотря на то, что население самой Чувашии тоже у нас жило в этот период довольно так сложно, но приходило на помощь, размещало в своих семьях детей-сирот, с эвакуированных районов. Школьники устраивали шефство в госпиталях, приходили специальные, устраивали концертные программы. Соответственно, вот это тоже является таким ярким примером того, как население Чуваша относилось к своим защитникам. Выставка готовилась почти год. Сотрудники госархива тщательно отбирали материал, часть которого уже в плохом состоянии. Отсканировано более 200 документов и фотографий. Среди зрителей виртуальной выставки и ветераны Великой Отечественной войны. Петр Николаевич Теплов ушел на фронт в июле 42-го года связистом. На тот момент ему было 18 лет. Исправлял линию, кабель, телефонная кабельная линия, она все время рвется. Мина взорвалась, бомба взорвалась, снаряд взорвался, и линии у связи нет. Давай, надо выбегать и исправлять линию быстрее, быстрее, быстрее. Страшно было, страшно. Но думали быстрее восстановить и живым остаться. Новость о победе застала Петра Николаевича в Латвии. Солдаты 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов тогда громили Курлянскую армию. Последнюю группировку немцев на территории СССР. Ветеран Великой Отечественной уверен, говорить о событиях войны, о подвиге народа нужно всегда. Выставки, встречи со школьниками. Все для того, чтобы знали, какой ценой досталась победа. Родину очень любить надо, Родину любить. Мы любили Родину, крепко любили Родину, и за Родину боролись и победили. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.